Футболисты Барнаульского «Динамо» провели матч 1-32 Кубка России по футболу. Соперником нашей команды стал Красноярский «Енисей». Подробности у Дмитрия Гладких. В этом сезоне Барнаульская «Динамо» под руководством Сергея Шишкина постепенно возвращает болельщиков на трибуны. Серия побед на старте первенства не могла не сказаться на посещении местного стадиона. Вот и успех в Кубке России и матч в Барнауле против Красноярского «Енисея» любители футбола ждали с нетерпением. В случае успеха в 1-16 финале белоголубые могли встретиться с чемпионом страны – московским ЦСКА. Увидеть своими глазами триумф флагмана алтайского футбола над представителем подэлитного дивизиона, да еще и под руководством известного в прошлом футболиста Андрея Тихонова пришло большое количество зрителей. Правда, аншлага, как ожидали гости с берегов «Енисея», не получилось. Ну, хорошая атмосфера, отличная атмосфера футбольная. Я думал, что народу будет побольше, потому что, когда в Красноярске были, говорили, что там будет полный стадион, что в какой раз Красноярск приезжает, и сюда очень серьезная игра, и болельщики, и команда настроена в числе. Настрой у футболистов «Динамо» на эту игру был запредельный, однако уже в дебюте встречи сопернику удалось выйти вперед. Гол на седьмой минуте матча в ворота Богдана Корюкина отправил Александр Ломакин. Второй мяч наши футболисты пропустили после рикошета, и вновь его записали на счет все того же Ломакина – 0-2. Переломить ход поединка «Динамовцы» могли с 11-метровой отметки в начале второго тайма. Арбитр усмотрел нарушение правил против Владимира Завьялова. Правда, Роману Тузовскому переиграть вратаря не удалось. Точку в игре на 57-й минуте ударом головой поставил Андрей Козлов. 3-0 победа «Енисея». Никто не остановился, все двигались, старались до последнего хотя бы для болельщиков сыграть. Показать себя действительно, что мы вышли, хоть и проигрываем, но мы не сдаемся в любом случае. До последней минуты мы хотели, во всяком случае, запить гол престижа. После этого поражения наши футболисты закончили выступление в Кубке России и могут сосредоточиться на первенстве страны. Следующую игру сезона команда Сергея Шишкина проведет на выезде. 29 августа барнаульцы сыграют в чуте против одноименной команды. Дмитрий Гладких, Новости.